МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Все больше правонарушений фиксируется с помощью мобильного приложения Народный инспектор, созданного на платформе Добродел. Дело в фотографии качественное, где видно номерные знаки, а, соответственно, снимает ролик. Музыкальный фестиваль джазовой сезоны в девятый раз прошел в музее-заповеднике Горки Ленинские. Сегодня столько людей приходит на концерт, на фестивали, слушают различные ансамбли, улыбаются. В эти выходные на территории отеля Пальмира Гарден состоялся необычный фестиваль. Очень много участников, все радостные, улыбаются. Обнимаются. С 2018 года любой житель Подмосковья может сообщить о таких нарушениях, как парковка на газонах и детских площадках, выброс мусора из автомобиля или блокирование проезда для мусоровоза. Делается это с помощью приложения Народный инспектор, которое создано на базе мобильной платформы Добродел. 5 тысяч рублей за неправильную парковку у контейнеров и 3 тысячи, если автовладелец оставил свою машину на газоне или детской площадке. Чтобы наказать нерадивого водителя от сознательного гражданина, требуется только наличие смартфона. Например, автомобиль стоит, мешает вывозу мусора у контейнерной площадки. Делают фотографии. Дело в фотографии качественное, где видно номерные знаки. Соответственно, снимает ролик небольшой, что это действительно препятствует вывозу мусора. Соответственно, данное обращение обрабатывается модератором. Далее материал поступает инспектору главного управления содержания территории Подмосковья, который и выносит решение о наказании или не наказании автовладельца. С начала запуска приложения «Народный инспектор» зафиксировано 50-процентное снижение количества нарушений. Тем не менее, работа в этом направлении продолжается. Та статистика, которую мы введем в нашем управлении, в администрации, здесь вот для примера можно посмотреть. Это номер добродела, который мы поступили. Соответственно, и что здесь? Размещение ТС на газоне либо зеленых насаждений. Выписали штраф. И общая статистика. Да, да, и общая статистика. Здесь вот с января по август выписано 2058 обращений. Значит, административное наказание получается 1131 и 927. Что-то недостаточно. О проблеме парковок, особенно в новых микрорайонах, в администрации округа знают и, в свою очередь, также прикладывают усилия для того, чтобы водители меньше нарушали. С начала года мы создали порядка тысяч парковочных мест дополнительно в таких густонаселенных. И еще порядка где-то 500-800 будет создано до конца года в этих ЖК. То есть альтернативу какую-то мы предоставляем. Не только штрафуем и пресекаем, но и даем возможность жителям ставить свои автомобили. На сегодняшний день на портале Добродел зарегистрировано более трех миллионов пользователей. Зажигательные ритмы разных стран звучали в минувшие выходные в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Здесь уже в девятый раз прошел музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». Артистам аплодировала Екатерина Коваленко. Прекрасная погода, живописная природа и, конечно, невероятная музыка решительно все радовала гостей международного фестиваля «Джазовые сезоны». Он прошел в Горках-Ленинских уже в девятый раз. И для нашего округа такие знаковые события – большая ответственность. За эти годы «Джазовые сезоны» стала брендом, по крайней мере, региональным. Можно говорить уже и про федеральный уровень. И мы, мягко говоря, горды, что такое мероприятие проходит у нас на территории. С точки зрения нашего участника, я бы назвал это хозяйственной некой такой повесткой. И чем незаметнее для посетителей, для участников, для артистов это будет, тем, значит, мы вместе с организаторами отработали лучше. «Джазовые сезоны» уже давно стали брендом и стабильно входит в десятку лучших опен-эйр-фестивалей страны. С каждым годом на сцену поднимается все больше артистов. А число зрителей уже давно перевалило за несколько тысяч. Бессменный идейный вдохновитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман признается, что его мечта о празднике хорошей музыки сбылась. О чем можно мечтать? Мечтать в том, чтобы сделать как можно больше. Но самое главное, это, конечно, то, что вот сегодня столько людей приходит на концерт, на фестивали, слушают различные ансамбли, улыбаются. В этом году впервые организовали сразу две площадки для выступлений на сцене. Лучшие из лучших. Это и совсем юные джазмены, и опытные артисты. Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Евгений Маргулис. Открывал фестиваль певец Дмитрий Носков, хиты Фрэнка Синатры плюс джазовый оркестр. Музыкальная формула получилась идеальной. Джаз – это изначально музыка вышла из совсем низа, да. Эта музыка народная, по сути. И несмотря на то, что сейчас она приобрела такой статус, я считаю, что каждый должен слушать джаз, потому что это музыка, которая делает твое настроение. Зрители и меломаны приехали на джазовый сезон не только из Москвы и области, но и из других городов. Джаз любим очень у себя в городе, в Оренбурге. Мы постоянно ходим, у нас джаз-фестиваль Евразии проходит. Бутман тоже туда приезжает постоянно. Хотели здесь послушать. Атмосфера, ну это самое главное, основное здесь. Вот и для детей можно идти занятием. У нас мы с детьми всегда приезжаем. Вот и здорово, что можно всех развлечь, всю семью разумом. Очень нравится. Для лета великолепный формат. И место, я думаю, выбрано очень хорошо. Помимо яркой музыкальной программы, здесь прошли мастер-классы по игре на различных инструментах, живописи гончарному и кузнечному делу. Те же, кто не успел приехать на фестиваль, всегда могут приобщиться к джазу в горках ленинских. Джаз живет в горках в течение всего года, потому что был запущен новый проект арт-резиденции джазовых сезонов, благодаря которому в горках ленинских регулярно проходят концерты ведущих джазовых исполнителей, резидентов клуба Игоря Михайловича Бутмана. И наши посетители могут регулярно на них бывать. Следите за афишей. Екатерина Коваленко, Ольга Садовская, Александр Логинов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. 19 августа православные отметили «Яблочный спас». По этому случаю в Центральном парке города Видное прошли праздничные мероприятия. Принял участие в народных гуляниях и наш корреспондент Дмитрий Книга. В Видновском Центральном парке отдыха отметили «Яблочный спас». Организаторы подготовили для посетителей массу интересных развлечений. У нас всегда хорошо, весело. Каждый может найти себе занятие. И пока хорошая погода и лето, последние дни лета, пользуйтесь этим. Приходите на все мероприятия с праздником. Самые маленькие гости праздника могли принять участие в мастер-классах. Буквально за несколько минут своими руками можно было нарисовать картину декоративным песком. Это очень увлекательный процесс. Снимается пленочка, тут песочек исцепляется и прилипает на основу. Получается красивая картинка. На аллеях проходила выставка-ярмарка поделок ручной работы. Здесь были представлены украшения, игрушки для детей и многое другое. Это игрушки ручной работы в технике амигуруми. Делаем мы все сами. Это все экологически чистое, все для детей, с безопасным креплением глазок. Все стирается очень хорошо. Точкой притяжения для посетителей парка были накрытые столы с угощениями, где проходило главное событие праздника – фестиваль-конкурс домашних пирогов «Яблочная рапсодия». Уже второй год проходит фестиваль «Рапсодия». Наши умелицы, самые лучшие повара Ленинского округа, показывают свой талант. Они предоставляют внимание пироги из яблок. 12 участников конкурса представили на суд гостей выпечку, пироги, торты и все, на что только хватило кулинарной фантазии. Главным ингредиентом всех сладких блюд были, конечно же, яблоки. Одной из участниц фестиваля стала главная редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Испекла два замечательных пирога с яблоками, конечно же, там еще и другие ингредиенты есть, и слоечки. Вот слоечки я назвала «руки-крюки», но в принципе, я думаю, что я поторопилась их так назвать, в принципе, они получились очень такие приличные. А пироги – добрая мама, потому что детям моим они не достанутся, они достанутся всем присутствующим. Вот это то, что сейчас мы режем, мы назвали его «воздушная фантазия». Это как бы наша шарлотка, но с небольшим секретом. Надеемся, что очень вкусная. У нас есть два вида пирожков. Вы когда-нибудь пробовали жареные пирожки? У вас есть такая возможность. Вот пирожки жареные, они у нас с яблоком и корицей. Очень вкусные, правда. Оценивали таланты кондитеров-любителей, гости праздника, а также члены жюри. После дегустации каждый из участников был объявлен победителем в своей номинации. Допустим, самый большой пирог, семейный пирог, юный пекарь – это детская номинация, бабушкины пироги – это традиция, следование традиции, самый широкий ассортимент яблочных блюд. Это как раз тот случай, где важна не победа, а создание хорошего настроения для всех гостей праздника. А сопровождалось мероприятие концертными номерами в исполнении творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ. В эти выходные на территории отеля «Пальмира Гарден» состоялся необычный фестиваль. Несколько сотен гостей стали свидетелями уникальных духовных практик под мелодией в исполнении профессиональных музыкантов. Подробнее в репортаже Юлия Погосян. Такого «Видном» еще не было. Сотрудники отеля «Пальмира Гарден» подарили жителям и гостям города уникальную возможность погрузиться в атмосферу релакса и самопознания. Очень много участников, все радостные, улыбаются, обнимаются, общаются с друг другом. Я считаю, что это супер фестиваль. И сейчас как раз такие фестивали, они людям очень актуальны становятся, очень интересны. Потрясающая коллаборация двух параллельно развивающихся фестивалей – «Сила звука» и «Этнокосмос». Здесь, на одной площадке, организаторы постарались соединить два направления духовного начала человека – творческого и личностного развития. Мы хотим очень сильно создать площадку, где люди будут приходить, сотрудничать с нами, делать очень интересные перформансы, качественные. Объединение людей – шанс показать свой творческий потенциал. Вот главные задачи мероприятия. В то же время дать гостям возможность обогатиться духовно. Для этого на фестивале работали зоны медитации, йоги, массажа, трансформационных игр. Вишенкой на торте стало массовое гвоздестояние. Этот инструмент, он многогранен и глубок в своем применении, но здесь сегодня мы даем первый вкус такой. То есть мы даем то, что называется попробовать для того, чтобы человек ощутил, как это полезно для здоровья. Нагружаем и тело, и психику, и нашу энергию, назовем так, в стрессовую ситуацию ее вводим. За счет этого включаются глубинные внутренние ресурсы. На уровне тела – это иммунная система, на уровне психики – это расслабление, то есть это приятие, понимание того, что происходит. Все это запровождалось этномузыкой в исполнении симфонического оркестра. Мы планируем здесь проводить мероприятия вместе с отелем. Отель поддерживает нас, и мы хотим развивать эту историю и продолжать это делать, потому что людям нравится. Фестиваль посетило несколько сотен гостей. Для некоторых это было в новинку. Такой опыт стал стимулом и дальше духовно развиваться. Мы впервые на этом фестивале, нам очень понравилось. Классная публика, очень все умиротворенно, душевно, с погодой повезло, много разнообразия. Мне кажется, в наше время очень важно совмещать духовное и материальное. И вот важно находить этот баланс между одним и другим. А о том, как все-таки научиться совмещать материальное и духовное, жить в гармонии, гостям фестиваля рассказал блогер, предприниматель и писатель Чермен Зотти. Эксперт дал аудитории экспресс-совет, как перестать лениться и достигнуть успеха. Есть закорнелое мнение, что для того, чтобы появилась мотивация, нужно, чтобы что-то сверху спустилось. То есть люди сидят и ждут, когда у них появится мотивация поменять свою жизнь. На самом деле мотивация – это следствие действий. То есть нужно начать действовать. Духовные практики продлились до позднего вечера, а завершились концертом. Юлия Погасен, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.